Добро пожаловать на канал Акриптовалют. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, разработчики сети Tron предложили поменять размер комиссии за транзакции и сделать их динамическими, так как многие пользователи жалуются на высокие издержки за операции. В последнее время комиссии заметно выросли и до сих пор остаются высокими. Так, на текущий момент за транзакцию со стейблкоином USDC комиссия составляет около 14 монет Tron. Еще одна новость. Банк международных расчетов запускает мониторинг стейблкоинов. Надзором займется отдел исследований и разработок банка, главной задачей которого станет улучшить платежные системы. Тщательно изучать цифровые валюты от центральных банков в 2023 году. Также у банка будет инструмент для отслеживания стабильных монет и предотвращения несоответствий активов и обязательств. Еще одна новость. Разработчики блокчейна Algorand вложатся в индийские крипто стартапы, инвестируя в образовательные проекты и новых игроков рынка. Мы намерены расширять свою деятельность в Индии и во всем мире, чтобы стимулировать изменяющие планету решения для улучшения доступа к финансовым услугам, образованию и здравоохранению, уверяет глава Algorand в Индии. Стартапам обещана помощь в доступе к капиталам со всего мира с возможностью масштабировать проекты. Также еще одна новость. Власти Эмирата Дубай запретили операции с анонимными криптовалютами, такими как Monero, Dash или Zcash. Согласно слову правил, анонимные валюты это тип виртуального актива, который предотвращает отслеживание транзакций или записи о владении через публичные блокчейны, и в отношении которых поставщик услуг виртуальных активов не имеет технологий или механизмов, позволяющих отслеживать или определять право собственности. Также еще глава SEC Гарри Генслер назвал регулирование криптовалют приоритетом работы в 2023 году. Так, отдел экспертиз займется проверкой брокеров-дилеров, которые используют новые финансовые технологии или применяют новые методы, включая технологические и онлайн решения. И одной из задач департамента станет изучение соблюдения работающими с цифровыми активными фирмами стандартов защиты при составлении рекомендаций и инвестиционных консультаций. Чиновники также сфокусируются на оценке частоты пересмотра компаниями методов выполнения нормативных требований, раскрытия информации и управления рисками. Также еще генеральный директор биржи Coinbase Брайан Армстрон говорит, что до него дошли слухи о том, что SEC планирует запретить стейкинг криптовалют для розничных клиентов из США. Также CryptoBank пишет, что Coinbase показали себя трусами и исключили XRP из списка. Теперь они жалуются, что SEC слишком могущественно. В свою очередь адвокат Джон Диттон говорит, просто подождите, пока Гарри Гэнслер не объявит, что любой тип стейкинга представляет собой ценную бумагу, включая даже эфириум. И операция Чокпоинт 2.0 идет полным ходом, и криптовалюта находится под прицелом. Также еще недавно вышел трейлер мультфильма от Pixar, который называется Elemental, а в нашем варианте называется Элементарно. В данном трейлере мы можем видеть двух элементалей, один из них стихий воды и девушка стихии огня. На постере мы можем наблюдать такую надпись, что противоположности взаимодействуют. То есть мы с вами видим, что две противоположности, такие как огонь и вода, взаимодействуют друг с другом. И если мы свяжем это с криптовалютным рынком, то водной стихии соответствует компания Ripple с XRP, а огненной стихии это Stellar XLM. Как вы знаете, Феникса часто изображает водно-огненным. И через новый мультфильм нам показывают знаки того, что именно Ripple, XRP и Stellar Lumen будут взаимодействовать в новой финансовой системе. Это уже не первый раз, где нам показывают, что XRP и XLM будут вместе. Я знаю, что некоторые думают, что будет кто-то один из них, или XRP, или XLM. Но все указывает на то, что именно эти две валюты, как инь и янь, будут дополнять друг друга. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok